здравствуйте друзья у нас вопрос который мне кажется многим покажется интересным спрашивает человек вот что меня все раздражает вот там машина обогнала думают гады там бычок кто-то бросил думаешь паразит там еще что-то вот и вот как-то раздражается все вокруг ему плохие я думаю что каждый из нас с той или иной там чистотой попадает в такое состояние когда у него повышенная раздражительность и может быть очень много причин для этого но но существенно то что это внутри нас это не извне понимаете это то как мы реагируем на внешний мир а не то как этот какой этот внешний мир на самом деле есть объективно что масса людей идут мимо и например не обращают внимания какие-то люди идут и улыбаются у них улыбка хорошая счастливая на лице потому что у них жизни все хорошо и так далее значит что с нами может быть с нами может быть усталость стресс такое как бы состояние психологически тяжелые а может быть например просто физическое здоровье например если вот у человека диабет и у него скачет там уровень сахара в крови то он становится раздражительным в какие-то моменты просто вот от того что именно физически у него там не все не все благополучно то есть например я знаю несколько человек которые вот имея диабет могут начать орать совершенно ровном месте вот так далее то есть думаю что он свихнулся человек а он просто он не он не контролирует себя в этот момент он чем нормальные люди пойти вдруг что-то с ним такое происходит и я себя несколько раз ловил на том что вот я попадаю в такое состояние и я стал следить за сахаром то есть у меня тоже диабет это как-то к этому спокойно относился легко а дальше я стал просто следить за собой чтобы меня всегда было там все в порядке потому что я я тоже вот могу например как в какой-то повышенную раздражительность попасть вот из-за этого потом что еще накапливается усталость это может быть такая ерунда знать вот говорят человек там из мухи делает слона значит для того чтобы муха превратилась в слона в нашем сознании для этого муха должна стать назойливой она должна вроде мелочь пойти но вот я не знаю жена дети там люди вокруг ты с ними работаешь или соседи там или что-то но если если это повторяется из раза в раз это уже перестает быть маленькой проблемой появляется большая проблема что тебя игнорируют с тобой не считаются и ты вроде сказал и попросил и вроде договорились и все таки и опять не опять такая ерунда и вроде уже маленькая муха становится большим таким слоном но опять это надо иметь склонность какую-то есть люди которые вообще даже внимание не обратят просто в силу того какие они есть а мы а мы же все разные понимаете один из нас его там я не знаю одному деньги давай давайте а другой ему грамоту дали там похвальную и он доволен больше чем если бы ему дали деньги понимаете мы все очень разные и мы еще с возрастом меняемся во времени меняемся в какое-то время нам хочется денег какое-то время грамоту в какое-то время там чтобы тебя уважали там я не знаю и там еще что-то меняется система ценностей и вот тебе чего-то не хватает тебе чего-то не додают но бывает просто грубое физическое вмешательство в жизнь человека если вы например не можете спать необходимое количество часов потому что там до трех часов ночи за стеной там какой-то шум пьянка гулянка громкая музыка и так далее вы просто не высыпаетесь если вы просто не высыпаетесь это приведет к самым невероятным и жутким и проблемам и психического характера и физического характера и вас вас ничего не спасет если вы не высыпаетесь эти поэтому я я не знаю что там конкретно вот у человека но я просто понимаю что мы мы все можем оказаться в таком в таком состоянии периодически оказывается поэтому что что ты что ж тут скажешь значит надо просто заботиться о своем здоровье если вы чувствуете что у вас повышенная раздражительность я не знаю может быть вы витаминов не кушали может быть вам надо там клубнички какой я не знаю там черные смородины ну правда может быть вам надо пойти к врачу там и на анализ взять направление и посмотреть может у вас сахар повышенный вот и если вы знаете конкретно из-за чего это другой разговор тогда с этим можно иметь дело но в данном случае вот человек вопрос задает вот почему у меня так вот я иду и вот меня раздражают эти раздражают эти раздражают эти значит явно такой причины нет значит надо искать причину как только вы найдете сразу все решится то есть сам факт того что вы понимаете из-за чего да это уже половина решения это уже томат там уже осталась ерунда батя вся вся проблема в том что человек не знает из-за чего но хорошо что хорошо что вот тот кто написал это письмо он задумался он он видит что у него повышенная такая раздражительность и он говорит что же со мной происходит что же делать это уже очень очень много есть масса людей которые ходят и у них повышенная значит вот такая раздражительность они на всех кидаются и и ничего не делают и не понимают это для них обычное состояние такое да они даже не понимают что с ними что-то происходит вот тогда реально проблема вот по-настоящему проблема на всю катушку вот а так чё же но как минимум как минимум не не читайте советских газет да как профессор преображенский или какие у вас там на местность вот интернет издание если видите где-то вот негатив какой-то там чего-то люди негативные увидел негативного отойди пьяного увидел отойди увидел дерьмо лежит на улице отойди не надо с ним вот вступать в отношения ни в какие объяснять ему что нехорошо дерьмо лежать на улице она вас не поймет и так и будет лежать у вас испортится настроение поэтому берегите себя вот увидел что-то такое что раздражает отойди тоже тоже очень важно очень важно научиться вот пишет там комментарий какой-то плохой не читай какой-то канал там много плохих комментариев не читай если на тебя это так влияет хотя я считаю что любой человек с нормальной психика если он будет находиться в какой-то навозной кучи он безусловно примет на себя часть вот этой атмосферы поганой и и начнет жить в этой навозной кучи пойти нельзя находиться в навозной кучи и оставаться белого пушистым ты испачкаешься поэтому следите за той средой в которой вы находитесь если она негативно если там что-то такое происходит что вас раздражает не бычок на дороге понимаете не не то что вас кто-то обогнал на машине господи дай ему бог здоровья пусть гонит дальше может у него настроение хорошее вам у него поучиться бы надо вот пусть едет это ерунда все это проявление но причина в чем поэтому я очень желаю вам преодолеть как бы это состояние и в будущем как бы просто больше контролировать собственную жизнь это это абсолютно контролируемое все просто мы должны сказать себе какой-то момент я обязан я могу и я обязан это контролировать если я хочу быть хорошим приятным в общении человеком чтобы это люди радовались когда я появляюсь чтобы меня любили там жена дети там и так далее они со вздохом меня терпели там и так далее это все это все достижимо я могу сказать что у меня уровень раздражительности упал ну не до нуля но близко к тому все-таки меня работа такая нервная на самом деле я с людьми живыми постоянно в больших количествах и они на переломе судя вот представьте люди на переломе они же не не просто там деньги заплатили там допустим и там учатся чему-то мы же не си текала они здесь судьбу меня давайте что на кону то стоит и я вот имею постоянное дело с людьми они там у кого-то там муж ушел понимаете у нее двое детей маленьких там на одноклассниках нашел какую-то вот там и вот значит одноклассницу они 30 лет прожили там или еще что-то и и она она при этом учится ей вот на практику идти понимаете а там еще что-то начинается я я я целый день же в этом и на меня изумительно подействовали занятия вот когда стал на кружок ходить по эзотерике не дай бог я ни в какую глубину там не лезу и собственно и кружок у нас не такой чтобы там именно лезть в глубину но какие-то техники какие-то медитации и какое-то немножко понимание как бы отношений жизни там и так и меня это действует так успокаивающе я абсолютно как сказать успокоился жена радуется невероятно то есть вот уровень например тревожности и раздражаемости моей супруги упал вместе с моим в той же пропорции потому что как она объясняет вот когда тебе хорошо то и мне хорошо когда тебе плохо это передается мне мне становится тоже плохо давайте то есть у каждого свой какой-то путь я я не хочу сказать что каждый человек который пойдет заниматься там эзотерикой он станет спокойнее может быть он мир более нервным станет я не знаю честно не могу сказать и не могу советовать некоторые скажите подробнее лучше я буду подробнее это же ничего не даст никому зачем то есть у каждого свой путь может может быть надо в джим пойти кому-то и там как следует значит там позаниматься я знаю людей которые когда у них настроение или там что-то они тут бассейны плавают вот там проплавал два часа туда-сюда и вот и как огурец то есть люди которые через мышечную какую-то нагрузку разряжаются если ведь который там на пленэр выезжают да там куда-нибудь к океану или там в лес или там на винограднике или там еще что то поэтому надо надо искать такую вот расслабляющую форму деятельности жизни деятельности вот когда вам станет лучше я думаю что вы наверняка знаете такой вот на рыбалку люди ходят правда они же не ради рыбы то туда идут вот на рыбалку в баньку с веничком или там без веничка это же то же самое это же тоже расслабок такая или там я не знаю там я я не будучи женщина я не хожу там какие-то косметические салоны вот но наверное это тоже здорово ты сидишь там тебе там по лицу пошлепают массаж какой сделают кремами намажут там еще там девчонки вокруг какие-нибудь с ними там потрепаться тоже расслабок какая-то или там я не знаю что там под кварцевой лампой полежать не не знаю я никогда не лежал подковаться вам но я просто говорю что для кого-то может быть это вот такая форма как бы приведение себя в порядок с точки зрения морального состояния стресса я не знаю там пойти маникюр педикюр сделал может быть это как-то влияет я я думаю что на многих женщин это должно влиять очень так вот положительно с точки зрения настроения я сегодня красивая я сегодня такая сика этом духом побрызгалась на каблуки вскочила и пошла так и бедрами туда-сюда значит и вот она уже настроение другое кому что я даже не знаю вот но но безусловно есть есть пути над просто искать счастливы ребят